Этих танцоров, которые старательно выводят Каждый элемент русского танца Не увидишь на больших сценах нашего города И не только потому, что их коллектив создан не так давно Скорее потому, что участники его люди особенные С ограниченными возможностями здоровья А если точнее, с диагнозом ДЦП И психико-неврологическими заболеваниями Кто-то из зрителей скажет, что такого не может быть И будет отчасти прав Но только в том, что такого не могло быть 15, 20, даже 10 лет назад А вот теперь это есть Потому что есть люди Изменившие укоренившееся представление об инвалидах В данном случае Об их танцевальных способностях Хореографическое направление Оно у нас началось, наверное, год назад Именно со взрослыми, с молодыми инвалидами Нам просто повезло, что вот так нам на вид попался Хореограф Стрельцова Елена Владимировна Которая своим темпераментом, своим характером Смогла зажечь в ребятах тот огонь творческий От первых неловких движений к выстроенным танцам Потому что ребенок с детства, с раннего мечтал танцевать И начинал танцевать После аварии это уже стало закрытой, так сказать, темой И лишь вот уже в таком зрелом, скажем так, возрасте Когда образовался вот этот вот коллектив Соответственно, она вот сейчас имеет возможность Реализовать свою детскую мечту Таких взрослых детей, которые смогли осуществить Свои мечты и не только в танцах В «Парусе надежды» более 50 К сожалению, для таких уже больших детей С ограниченными возможностями здоровья И так уж много центров, где они могут собираться вместе Заниматься тем, что им интересно И что у них получается В «Парусе надежды» прекрасно знают об этом И потому стараются реализовать такие программы Которые смогут помочь этим людям Чувствовать себя в обществе равными с другими В прошлом году наша организация выиграла грант Министерства социально-демографического развития и семейной политики Наш проект назывался «Модель центра для молодежи С тяжелыми физическими и интеллектуальными нарушениями» В рамках которых у нас заработало полноценно три направления Это как раз направление хореографии Это тренажерный зал А вы знаете, что силовые нагрузки Они только помогают ребятам Обеспечить вот ту легкость и плавность Координацию движения И третье направление Это творческая мастерская Оказалось, что конкурс социальных проектов Одним из победителей которого Стала общественная организация «Парус надежды» В нашей области проводился уже дважды И проводило его Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области Взаимовыгодное сотрудничество В том плане, что победители этого конкурса Общественная организация Она получает определенный грант денежный И этот денежный грант идет на вот эту услугу Которую они будут предлагать населению Это и развитие гражданского общества Вот направления такие этого конкурса Это и благотворительная деятельность И привлечение добровольцев По помощи пожилым людям и инвалидам Предоставление различных социальных услуг пожилым людям и инвалидам Здесь и трудоустройство инвалидов Организация трудоустройства инвалидов Здесь и оказание бесплатной юридической помощи Для различных категорий населения Но прежде всего, конечно, это имеется в виду Малоимущие граждане, инвалиды, ветераны, пожилые люди На конкурс социальных проектов Подаются самые различные заявки, проекты А уже комиссии определяют на конкурсной основе И по номинациям Те организации, которые войдут в число победителей И получат денежную сумму на реализацию проекта Так, в 2012 году 23 некоммерческие организации Получили по 1 миллиону рублей Парус надежды был среди них Это тренажерный зал, который появился В результате реализации проекта Модель центра для молодежи С интеллектуальными и физическими нарушениями Это совместный проект Паруса надежды И центра семья промышленного района Уже несколько лет этот центр стал родным домом И для детей с ограниченными возможностями Что для вас Парус надежды? Ну, в первую очередь, это мои учителя И я когда познакомилась с людьми, которые в этой организации Я, конечно, была удивлена тем масштабом и той работой, которую они делают То есть я никогда до этого в своей жизни ни с чем подобным не сталкивалась Ну, где-то это было Как-то я слышала, что есть проблемы, есть такие дети А здесь я увидела Первое мое, так скажем, посещение центра Я столкнулась с тем, что меня встретил ребенок-инвалид Передвигающийся на коляске Это был Андрей И для меня это было шоком Я не знал, как реагировать вообще Как на этого ребенка смотреть Как к нему обращаться И я была очень растеряна И первая моя мысль, думаю, как вообще можно работать с этими людьми С такими детьми Это же так, во-первых, необычно Трудно, наверное, да И возникает огромное количество эмоций И начиная от какого-то такого состояния И жалости какой-то, да Вот это поднимается Где-то вот комком застревает И все И чувство несправедливости А почему вот так, да То есть молодые люди, дети И вот такой образ жизни Который настолько ограничивает себя во всем Как вообще можно с этим жить Вот это было Ну а когда я уже познакомилась Представились И я поближе их узнала Я была, конечно, поражена Я узнала их личные истории И для меня они, конечно, стали такими Я очень многому у них научилась И они мои помощники Самые первые Мне настолько комфортно и легко с ними работать Я не знаю Для меня это большой подарок Что они здесь Я воспринимаю их совершенно как обычных детей Вот я не замечаю вообще На коляске Он там с какими-то Я привыкла Я их вижу каждый день И маленькие, и большие дети Паруса Надежды Находят в центре семья И заботу, и понимание И занятия по душе В компьютерном классе В переплетно-брашировочной мастерской В редакции самодеятельного издания Парус Надежды В студии прикладных ремесел В хореографической студии Все это входило в предложенную модель центра И все это реализовалось в жизни И все это дает положительные результаты Радует достижения детей Потому что они сначала очень долго раскачиваются Потом они начинают выдавать Ну, очень такие интересные вещи Которых от них не ожидают даже родители То есть родители, например, не допускают даже мысли О том, что ребенок может учиться В принципе, да? Вот А потом ребенок оказывается, что он такой умненький Что он справляется совсем Независимо от того, что он не говорит Руки у него не работают Ноги, соответственно, ему не подчиняются Но глазами, мимикой Вот идет вот это вот общение И ребенок читает Он там считает Особенно мамы боятся, что Ну, как же вот все дети читают А мой, вот ему 7 лет Он не знает букв А теперь вот сидишь порой с умилением И слеза такая катится Потому что ребенок читает Считает Учится в школе Ребенок с ограниченными возможностями Ребенок инвалид Для тех, кто встречался с такими детьми впервые Жалость и сопереживание Иногда желание пройти и не заметить Так легче А может быть, лучше всего принять и понять этих детей? Ведь они такие же С такими же чувствами и желаниями Лишь немножечко особенные Вот, например, Наташа Рощупкина Которая проходит практику в хореографическом коллективе Уже после первых занятий Изменила свое отношение к инвалидам Я примерно представляла, что это будут за дети Но как они выглядят Что у них за ДЦП Как они будут вообще в танцах Как они будут выглядеть, не представляла Сначала немного удивилась Как работает мой хореограф Елена Владимировна Она с ними так строго, хорошо Я удивилась, что они стараются Стараются, чем обычные люди Они пытаются руки держать Все правильно Идти по данному направлению Что им говорят делать Улыбаются Ну, конечно, есть там, бывают недочеты Но все равно, тем не менее Они повторяют одно и то же Сто раз Что нормальный человек Это, в принципе, может и не сделать Вы получаете удовлетворение Вот от этой практики Которую проводите в этом коллективе? Да Я думаю, это будет Хорошим плюсом Для меня И я думаю, то, что я буду Не последний Это не последний раз Где я буду работать Я думаю, что я еще с такими ребятами поработаю Мне приятно иметь Дело с такими людьми Парусу надежды в октябре 2013 года Исполнится 10 лет И за эти годы От первых шагов становления Они выросли до общественной организации Без которой невозможно представить наш город Без которой они представляют свою жизнь Более ста семей Где есть особенные дети О которых многие взрослые Говорят с особенными чувствами Я с удовольствием работаю Именно вот с этими Вот это мои две любимые группы Вот одна у нас группа Вот с родителями совмещенная Одна группа детей отдельно Самостоятельно приходящих сюда Вот у меня здесь Если не ошибаюсь Девять групп всего Там начиная с двух леток малышей И все остальные Вот Ну вот я Сколько спрашивают меня Я говорю, да это мои две любимые группы Потому что с таким удовольствием С каким работают они Никто здесь не работает Вот посмотрите сами Если ребенок при рождении Или в результате заболевания Что-то не может делать То это не значит, что он Обделен во всем Напротив Столько способных Талантливых девочек и мальчиков Среди детей Главное условие Раскрыть эти таланты И в парусе надежды Знают, как это можно сделать Терпением Вниманием И любовью Мы на самом деле находимся В каком-то обособленном своем мире А когда вот какой-то есть коллектив И детям интересно Им это очень важно Потому что они очень скучают Замыкаются Им Ну одиноко и тоскливо дома Находиться А когда они вместе Они видят даже друг друга Даже пускай порой Они мало что-то могут сделать Или неправильно Что-то делают сначала И можно подсказать Реабилитация вообще Она комплексная Должна быть таких детей То есть Не только обучение чему-то Ну в плане вот Рукоделия Познавательной деятельности Но и укреплять физически Потому что это необходимо В жизни вообще всем А таким детям С особенным развитием Особенно Светлане Светлане 35 лет Заболев в 11 месяцев Света перестала слышать Потом появились Другие проблемы И вот мы остались Вот такие вот В четырех стенах По дому мы, конечно Я ее научила всему По дому Но мне хочется Чтобы она у меня занималась Ей нравится Ей нравится И ребенок сразу стал другой То, что она увидела коллектив А не четыре стены В парусе Надежда Со Светой Занимается психолог Девушка начала рисовать Говорит Мама 35 лет Вы сказали Мамочка увидела Там Друзья по несчастью Это действительно Ребенок С таким диагнозом Это очень тяжело Мы Пройдя Этот путь Да Я бы другого, конечно Для меня Как Вот Мой ребенок Да Мне все равно Вот Я все равно счастлива Что у меня такой ребенок Потому что было такое Что в реанимации У меня двое детей умерли Вот она у меня одна осталась Я Все равно счастлива Что у меня Пускай такой ребенок Но у меня такой Чем бы не было У меня ребенка Вот это мне очень Я не знаю как Значит Что-то мне вот Нужно Господь мне послал Значит Такого ребенка С Лилией Алексеевной Солидарны все мамы В парусе надежды Для них Самый лучший И самый любимый Это их ребенок Мне тоже так предлагали Мне предлагали В поликлинике Говорили Что Подумайте Мне не говорили Конкретно Прям сдавайте И все Нет Еще маленькая она была Говорили Подумайте Может быть Специализированы Вот эти организации Но мыслей совершенно Таких не было Как можно Своего ребенка Отдать Тяжело Очень тяжело Люди Я говорю У которых нет таких проблем Они этого не понимают А вот которые пережили И живут Сегодня с этими проблемами Они это понимают Но конечно Даже разговор быть не может Даже вот Уже вот Юле 22 года И сейчас слышите Вот так понимаешь Тех родителей Которые Которым задают этот вопрос Что они внутри переживают Ой думаешь Ну как же можно Это свой ребенок Это свой Это единственное У него кроме тебя Никого нет И кому он еще нужен Как не нам Юля сюда Она не идет Она бежит И вот знаете Мне кажется Вот я иду На свою работу А она Она сюда Для нее это вот как работа Она даже дома собирается И все фразы произносит Те которые произношу я Когда собираюсь на работу Как будто она идет на работу Она не понимает конечно Того что она идет где-то Хотя это тоже работа Это не отдых Где же отдых Тренажеры Они здесь занимаются Нагрузка физическая Сейчас у нас следующее занятие Будет оригами Это тоже работа Для нее это вообще работа Это сосредоточиться надо Чего она раньше никогда не могла Это надо физически Руками все это делать Так что для нее это работа И мы сюда идем Она сюда вот бежит Это первое общение Это нагрузка Это развитие Самое главное Это развитие для ребенка Вот так под парусом надежды Обрели второй дом Для своих детей Для себя семьи В которых растут дети С ограниченными возможностями здоровья Можно было бы горевать Опустить руки Ждать помощи Но нет В этой общественной организации Умеют жить полной жизнью И учат этому других Инвалидность Это не приговор Это другое понимание Окружающего мира И он должен быть ярким Интересным и добрым Для всех детей И подняв однажды Парус надежды Его дружный коллектив Движется к новым свершениям Мы желаем Здорово 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 Счастье в этом И не в этом Как солнце по утрам Пусть оно заходит Но и Мы желаем И оно должно быть таки Когда ты счастлив сам Счастье в поле И строги Счастье в том